Мы являемся частью ассоциации «Свет и Евангелие» или точное название нашей ассоциации называется «Всеукраинский миссионерский религийный центр светлой Евангелии». Наша ассоциация в миссионерской церкви, особенно тем, что мы учим людей, и для нас это большая ценность, заниматься миссией. Мы хотим, чтобы во всех церквах были обеты веры, то есть люди собирали деньги для миссии и поддерживали миссионеров. Я понимаю, что в Украине у нас сложно, с финансами, время такое, как мы говорим, неподходящее, война идет. Но, тем не менее, принципы важнее, поэтому мы стараемся, и мы хотим, чтобы это было и жило во всех церквах. Мы учим все церкви, чтобы собирали обеты веры, то есть миссионерский фонд для поддержки миссионеров, и поддерживали. У нас уже семь церквей в Киевской области. Слава Богу, это быстрый рост, особенно во время войны. Миссионеры, служители из Востока уехали, не смогли совершать служение, потому что их города оказались оккупированными. Теперь они здесь на служении в Василькове, в Киеве, в Киевской области. И да, мы сейчас молимся, кстати, сегодня об этом рассуждали, недавно мы об этом думали, молились, говорили как раз со Стасом о том, чтобы основать новую церковь в Белой Церкви. И для этого нужно служить, и даже мы знаем его имя. В общем, молимся о том, чтобы была еще одна новая церковь в Белой Церкви. Время такое удивительное. С одной стороны, проблемы, война, экономический спад, но люди идут к Богу. И в нашей церкви много занимается помощью. То есть мы пытаемся понимать, как правильно совершать это служение, понимаем, что надо помогать. И понимаем, что через это некоторые люди приходят. Хотя некоторые пасторы мне говорили, ну вот помогайте, кормите, только кормите будете, а люди все равно повернутся и уйдут. Для меня недавно было ободрением. В общем, наш основной лидер молодежи, девочка, которая там 16 лет, у нас молодежь, ну есть такая хорошая команда молодежи. Так вот эта девочка, которую зовут Маша, она говорит, я пришла в церковь, потому что там горбили. Я просто приходила покушать. День за днем она приходила покушать, а потом услышала то, что говорили, покаялась, приняла крещение, стала христианкой настоящей. И она сейчас практически основной лидер в служении и в церкви. Вот. Я рад, что Бог благословляет развитие нашей ассоциации. У нас прекрасная команда в Киевской области. Мы сегодня собрались вместе вот в пуче. Сегодня собрались на шашлык. Не знаю, это можно говорить или нельзя, но я говорю. Хорошая возможность пообщаться вместе. Это сближает, потому что еда это тоже помогает, скажем так, ну, больше, ближе узнать друг друга. Совместное общение. И вот это очень важно. И благодарю Бога за нашу хорошую. Субтитры создавал DimaTorzok